всем доброго времени суток с вами как всегда ловчуня и это у нас обзор постройки города никто не ждал но мы опять же вернулись это на сорок пятый выпуск который мы с вами сделаем обзорчик на старую постройку которую я хотел уже очень давно обозреть и не доходили руки до того чтобы записать эту постройку сегодня у нас стадион ну что давайте сам его посмотрим находится он у нас возле канатной дороги в которой кстати тоже надо будет делать обзорчик и возле банка который находится за головой стиры скоро будет светать он наш стадион уже виднеется очень хорошо освещается он у меня не очень-то большой сейчас вы увидите каких он на самом деле размеров его по превьюшке он пока точно очень большой но нет это лишь иллюзия здесь как видите находится речка мощь такой декоративный маленький сделал и положил дорожку таким освещением давайте я вам покажу каких он размеров на самом деле поднимемся вот так я уничтожаю природу в игре minecraft но это хотя бы игра но в реальной жизни она примерно так же происходит леса уничтожается дома сносятся старые и на них уже строится вот такие большие постройки но у меня не очень большая как видите все стеклянные очень необычной формы я сделал стадион изначально возможно я хотел сделать футбольный стадион но как я заметил на ютюбе очень много футбольных стадионов так я сделал этот хоккейный стадион хоккей не знаю есть такое название вообще ледовая арена арена или еще стадион у нас написано так на английском летающая тарелка тоже недоделана постройка если хотите то я ее достой и также сделаю обзор это у нас стадион ну чтож давайте заедем видите здесь есть даже большая такая парковочка на которой там стоять всего лишь четыре машины из них одна телевизионная машина и три гражданских вот так гораздо лучше я думаю теперь у нас солнце светит яркий день все прекрасно теперь стадион виден во всей своей красе конечно я не скажу что я очень такой замечательный строитель у меня постройки никогда не были очень шикарные стадион тоже не особо хороша у нас опять же это питающая тарелка которая не прорисовывается там так ладно давайте зайдем кому интересно я название шейдера оставлю в описании не помню называться чапай если я не ошибаюсь но лучше опишу да вот эти солнечный эффект очень классные кстати вы же шейдерами я снимал киевский микро так ладно зашли мы вовнутрь здесь у нас проходная леса и билетиками предъявляем отсюда не знаю как-то руки надо простяги это я вообще нелогичный человек классно конечно с этими лучами вот здесь у нас сразу же есть небольшая кафешка такая зайти здесь конечно очень темно очень-очень за шейдеров здесь типа болельщики наши фанатики да футбольные футбольные да такие него приходят там пилка попить в этом весьма много купить пиво рыбу мясо и садятся там жуют жуют да рыбу пиво запивают там и смотрят телик матч ну если там на трибунах места уже не хватает то сюда приходят смотрят здесь у нас лежит так бы туалет который не освещен вообще здесь темно темнище забыли освещение завести ну и правильно зачем там освещение да так идемте дальше что еще есть на этом содержание здесь очень мало чего интересного поэтому я думаю обзор долго идти не будет с этой стороны у нас находится обезьянник для таких знаете обезбашенных фанатиков которые немножко обезумели там вот для таких пока переезжает полиция и сделал обезьянник они пока тут сидят пока приедет там полиция бобик пазик и заберете птицы охранник должен сидеть в темноте вот здесь есть такие кроватки 4 кроватки и туалет все больше ничего его и не надо никакой еды никаких столов никаких телеков все матча не будете смотреть подумает на своим поведением так сказать вот наш уже стадиончик стекло конечно тоже отражает то что происходит вот таких он размеров здесь примерно 100 и 100 блоков ширину и в длину если они ошибаются возможно чуть меньше я точно не скажу стекло здесь конечно прикольное так давайте выключить вот здесь у нас трибуны две команды здесь например одна команда команда я не назвал не приду нормальным названием поэтому теперь будет одна команда сидит а другой стороны другая команда их разделяют вот такие неизвестно что но здесь короче находится освещение еще вот но стен короче это разделяет здесь тоже можно сидеть одна какая-то команда например здесь первая команда с обратной стороны вторая команда посередине висит такое большое табло на котором нам показывается сам матч если зрение конечно плохое там например самые эпичные моменты показывают и также табло того игры там один ножик вот здесь у нас сидит комментатор который все комментирует и которые там ну как бы он не сидит прямо в эфире он прям если видит то что видит тот и то и говорит микрофон я хотел все здесь ему бинокль поставить но это не станет в принципе зачем так все видно все поле народа видит вот все видно будет комментирует орехом то что он обычно делает здесь даже есть лед настоящий который слава богу не так сказать не растаял хотя мы находимся в земнем биоме но здесь почему-то идет дождь на месте этой же постройки раньше было озеро и лес как я вам говорю вот такой свет светится очень красиво смотрится вон там самолет все застеклил но конечно находится под открытым небом то есть сюда может пойти дождь там туман снег вот такие дела ну а что еще тут интересно здесь еще есть статья чуть не забыл здесь есть такое небольшое местечко где например здесь какой-то не болельщик а играющие за какую-то сборную получил травму он здесь может получить первую медицинскую помощь то есть он ложится на кровать здесь должна быть помощь которой нету ну пока приедет скорая хотя она должна оставить возле стадиона но ее нету поэтому здесь будут давать первую помощь только еди там скорая ну если конечно же травма очень несовместимая с жизнью такое тоже бывает это все-таки лед там головой удариться хотя они в форме и такой в шлемах но все же вдруг шага влетит прямо тебе в голову ну не в голову а в лицо прямо чтобы тебя даже каска не защитит вот здесь сидят у нас судьи скорее всего да сидят там мы решают смотрят кто как играет какие-то штрафные очки дают вот здесь наверное тех кто получил штрафные очки скорее всего и или же ну и сидят те кто кого будет заменять во время матча этого хоккеиста на другом вот так же здесь есть небольшая реклама посмотреть на вот здесь делаем небольшая реклама как обычно это бывает конечно она должна там бегать ну я вот что думаем пускай лучше висят картине чем вот эти экраны которые движутся они все-таки будут отвлекать наших хоккеистов поэтому пускай такая будет реклама здесь также почему-то здесь пустое будем решать это его нахер не буду делать здесь есть тоже такое место замена хоккеистов и болельщиков все отражается там что-то непонятно так у нас уже вечереет мы уже будем с вами заканчивать вот такой был кратенький обзорчик стадиона он конечно большой получился наверное я его долго строю но как я недавно обнаружил что он был недостоин я немножко доделал доделал обделывал да вот такие дела изначально здесь были вот такие сиденья однотипнее одного цвета вот эти деревянные я потом немножко такие шахматные добавил чтобы был какой-то разнообразие стекло немножко обстеклил добавил еще немного стекла хотел изначально вообще закрыть сделать но решил оставить что солнце падает вот и на этом будем с вами уже ребята заканчивать а кстати не не проводите с другой стороны я вам покажу что находится с другой стороны почти забыл здесь тоже есть выход но здесь купить ничего нету здесь у нас приезжает наши хоккеисты две команды вот так приезжает и выходят куда например туда встают там гимн как обычно там гимн поют если я не ошибаюсь гимн спели и играть так здесь мы выходим здесь есть открытый лес который еще сохранился как видите там у нас такой зеленый объем я построил на месте зимний объем у нас уже начали здесь стоит автобус на котором приезжают наши солнце пожалуйста давай это прячься она немного мешает это солнце хоккеисты наши приезжают таком солнечном автобусе вот так видно автобусе этот старых то хочет хотите это можете найти в плейлистах по постройкам транспорта я его строю довольно таки неплохой автобус и ножка кстати вот нашу же вечерей так стадион выглядит во время вечера таких суток да вот у нас вечерей и купите он еще красивее мне в принципе нравится не знаю как вам ну оцените по лайкам да купите вот этот бюм он там деревья есть еще немного сохранилось озеро это не озеро как видите это океан по-моему здесь где-то было озеро небольшое вот теперь здесь находится стадион он такой в следующем выпуске возможно будет фанатная дорога или какая-нибудь другая постройка а с вами был Плаучуня надеюсь вам понравился обзорчик это была постройка стадион в потене ну что мы с вами прощаемся встретимся уже в сорок шестом выпуске всем до скорого всем аревдерчи субтитры